МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации и толерадуя компании «Гомель» у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите их этим выпуском. Первые лидеры жнива. В Гомельском районе ушановывают водителей, которые перевезли свыше тысячи тонн с божжа нового ураджаю. Зеленая города-будовництва. Гетой осенью на Гомельщине плануется высадить больше 20 тысяч древ. Олимпийский шлях. Пераможцы и призеры других европейских гульнях окажут допомогу спортивным школам в области. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Доброе надворье дозволяя аграриям поскориться с темпами жнива. Подаденных на сене в Украине убрали 12% сбожжевых. Намолодшина больше 800 тысяч тонн. Зих больше 150 тысяч на рахунку нашей в области. Убрана пятая частка палетков. С повеличением на молотов растутся особистые досягнения аграриям. Первые водители, которые перевезли свыше тысячи тонн нового ураджаю, вызначились в Гомельском районе. Напереда дневрачистая церемония ушановывания отбылася на палетках агрокомбината Паудневы. А сенья гостей примали у коммунальным сельско-господарчим унитарным предприемстве «Урыцкая». Его масс на ходу с 7 годин ранецы и до позднего вечера. Рационный день может скласти и 15 годин. Але на складанности молодый водитель Максим Лебешко не скардится не той характер. Выкористовывать с корыстью треба каждую погодную хвилину. Два ты дня маль безперапинных дажов выпробовываются на трывалость. И он вытремает, да помогать упартости, працавитость, да и вопыт есть. Молодой человек у Раджини Цурыцкого працовал у некоторых господарков района. И лидером уже становился три годы тому. Тогда это была его первая уборочная. Все летняя больше складанная. Погодные условия тяжелые, не дают, как говорится, разогнаться на всю силу. Но так, как говорится, потихоньку, но уверенно. В те годы, да, было получше. Погода сопутствовала уборке. Было легче. Постоянно работали, работали. У нас погибло порядка 500 гектар зерновых культур. На легких почвах, там, где песчаная более почва, там они просто выгорели. Там ничего нет. Кроме того, этой засухой повреждено 1000 гектар, 1040, если бы точно 1040 гектар, повреждено зерновых культур. Поэтому, ну, не радует это нас, конечно. Но, тем не менее, ожидаем урожай, не валовый сбор, не хуже уровня прошлого года. У сего селета 10-го с подарком района треба убрать хлеб на площади 19 тысяч гектаров. На полях, что день заняты, около 70 экипажов и 50 водителев. До уборочной рыхтовалися старанно. Планку подняли выше, чем у минулого года. Але карты смешала на дворье. Засуха пошкодила посевы на больше, чем 8 тысяч гектаров. А затем зародили дожды. Зато и люди не подводят. Убрать треба максимально худко. До пятого шневня плануют справиться. 30% мы на сегодняшний день имеем убранного клина с зерновыми колоссовыми. Более 11 тысяч тонн у нас уже составляет на молот. Лидеры на сегодняшний день, лидеры на уборочной, это наше хозяйство. Открытое акционерное общество «Знамя Родины». Это открытое акционерное общество «Птицефабрика Рассвет». Это открытое акционерное общество «Гомельская птицефабрика». Три хозяйства являются лидерами и убрано более 50% от площадей, которые подлежат уборке. Поэтому, как видите, все то, что весь тот экзамен, который устраивала погода, природа, конечно же, не влияет на желание наших хлеборобов в очередной раз победить, справиться со своей задачей. Гарачами будут эти дни для 2000 комбайнеров и 700 водителей региона. Шесть экипажов перевысили от знака у 500 тонн собранного урожаю. Тысячный результат совсем худко чекается в Рычицком районе. Вольга Коновалова, Алина Василюк, Василия Сепцов, телерадиоакомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Гетой осенью на Гомельщине плануется высадить больше 20 тысяч древ. Гета дозволить полностью компенсовать страты от селетнего усыхания посадок. Наши корреспонденты оценили ситуацию. В результате неблагоприятных условий процент приживаемости деревьев составил по городу, Гомелю и населенным пунктам чуть более 70%. По сельским населенным пунктам более 77%. Таким образом, в целом по Гобельской области усохло около 18 тысяч деревьев. Это 10 тысяч деревьев в городе Гобеле. Як чекается, в осенью на Гомельщине будет высаджена коля 23 тысяч древ. Гета дозволить не только полностью компенсовать страты загинувших рослин, але и поширить территорию с зелеными насаджениями. Отповедный план, прикладно два тыдни тому, затвержены у АБЛ-выконками. Иншая справа, что эффективность его выконания у многим будет залежить от удельников акции. По-перше, колы гирают обовязково узгоднять место посадок с мясовыми коммунальными службами, які добра ведают место находжения инженерных коммуникаций. По-друге, выконовать технологию посадок, на некоторых предприемствах древы высадживают просто у песок. Без добавления грунта и удобрения и без наступного полива. А кроме загубленных древов, это еще и грошовые страты. Кошт саджанцев Бярозы и туи у специализованных предприемствах – до 25 рублей. Липы – каля 30. До выбора гатунка у рослин специалисты так само раюць относится больше уважливо. Особливо у городах. Клен и ясень, сумахи еще более лучше приживаются. Липа болеет, береза болеет, тяжело приживаются. Олег Сентюров, Олеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». У «Гомельской области» каждую пятую субсидию на открытие справы у першим по угодзе отрымали вязковцы. При этом, колькасть жадающих скорыстаться держпатрымкой для реализации своей инициативы, что год расти. В частности, за все стартовый капитал допомагает беспрационным реализоваться у таких накерунках, як гандаль, цырульные послуги, аутосервис, будавничные отделочные работы. Многие знаходят себе у рамесництвя. Усяго селита у «Гомельской области» плануется выдать коляд 400 субсидий. Летость такой патрымкой скорысталися 380 человек. Подякуйте урачу! У Беларуси стартовал интернет-конкурс «Супердоктор-2019». Организаторы уникального проекта – онлайн-объединение «Докторсклаб» и Белорусская ассоцияция урачов. В рамках конкурса уже хары краины могут поделиться становчими водгуками промедыков, подать заявку и номинировать доктора может каждый. Пераможцем станет медицинский работник, який наберет наибольшую колькась зворотов. В конце года вызначать лепшого урача с кожной в области Беларуси. Абсолютный пераможцем будет удостоен звания «Супердоктор-2019». Аутор лепшого водгука отримает приемные бонусы от партнеров проекта. До речи, селита конкурс проводится в третий раз. По выниках минулого года лидером у Гомельской области стала гомельский педиатр Вероника Митсура. Яна набрала больше, как 700 становчих водгукав. Пакинуть свой селита можно до 30-го. Снежня на сайте superdoktor.by. Або дослать на паштовый адрес с пометкой «Супердоктор». Гомельские пограничники выявляют выпадки перемещения праздержавного мяжу незаконной продукции. Причим часом граждане навык не здогадываются об тем, что порушают закон. У якости недавнего приклада три выпадки провоза маковых головок. Яны конфискованы для проведения экспертизы, пасля якой станет зрозумело, до якого гатунку яны относятся, декоратив на гатти опиумного. У апошнім выпадку грамадяне будуть притягнуты до отказности. За незаконное перемещение наркотичных, психотропных сродков и их аналогов погрожает до 7 годов позбавление воли с конфискацией майомости. А прачатагот значаются спробы провозу празграницу некурильных сумесеў. За першую полову года на участку Гомельской пограничной группы означано 16 таких выпадков. Гэта ў 4 разы больше, чем было за гэта переадлетась. У двая повеличилася и колькасть незаконнага перемещения спецродков на кшталт металличных дубінок, гумовых и телескопичных палок. Прокурор Гомельской в области Віктор Морозов и старшыня Гомельской областной организации Белой Руси Халина Тярэшчэнка 24 лепеня провядуть сумесный приём грамадян. Ё надбудзіцца ў грамадской приёмной областной организации па вуліце Лангі 17. Папередній запіс свядзецца ў будні дні з 9 до 17 гадзін па нумэры телефона 70-43-00. Самая падрыхтаванная юная выратавальнікі краіны живуть ў Гомельской в області. Каманда нашага регіона выиграла ў республіканскім дзіцячым полявым лагері, які на гэтым тыдні проходзіў на базі ліцея МНС. Другой місце ў агульнокамандным заліку прысудзілі ёнакамі дзяўчатам со століцы. Трэція ў сборной Віцявщаны. Па час паборніства ўдзельнікі нахуткасть усталёвывалі палаткі, разводзіли вогнішчы і надзявалі ахоўныя хімічныя костюмы. Яны праводзіли боевое разгортвання з тушэння мумоўнага ўсхарання. Стралялі з пніуматычныя винтолкі, ратавалі людзея прытыхногенной аваріі і аказывалі першаю дапамогу. Самым творчым стал конкурс-презентация лагера ў стылі кермаш бязпекі. Сізон школьных кермашоў стартаваў ў Гомілі. Гэта добрая макчымасць для батьков сабрать дзяцей да новага навычальнага года. Пад гандулю горадзі выделіли спецыяльныя пляцовкі. Так само для зручності пакупніков ў супермаркетах і гандлёвых центрах адкрылі так званые куткі школьніка. Усяго па в області больш як 900 аб'єктаў. Канцелярскія тавары, адзень, нябуток, рукзаки, прадукція айчыны вытворчасті і пазніжаных ценах. Працаваць школьные кермашы будуть да 9 верасня. Дарэчы, да навычальнага года ў Беларусі провядуць добрачынную акцію ў школу з добрым серцам. Валанцёры організуюць збор канцелярскіх і спортывных праналежнастіў для дзяцей, які апынуліся ў тяжкай життёвай сітуаціі. Во усіх буйных гандлёвых центрах країны з першого жніўня будуть працаваць спецыяльныя пункты пазборы рэчаў. Прыняць ў дзелу акцій могут ўсі жадаючыя. Шлях да розуму. У картінной галереї Гауріла Вашчанкі сваю персональную выставу працаві ў Гомірскі Мастак Яфім Мінявіцкі. На выставі працавліны 33 роботы, партрэты, пізажы і фігуратывныя компазіція. Экспозиція распавідае про асабісты шляхаўтара до разумені свайго прызвання. Яшы однозначная тема ёго творчасті – паходжаўне хрэстіянства. Сёння Яфіму Мінявіцкаму – 82. Два гады таму ёго прынялі ў Беларускі Саюз Мастакоў. Аднак прызнання ёо натрымаў на шмат раней. Я начал мысліць через переклетення солнечных ночей. У меня получили гранёные формы. Ну, то, что это называется супрематизм. Но я ещё не был знаком с этим материалом и першёл к этому самостоятельно. До кожной работы ёсць аннотація ад самога аутэра. Пазнаёміцца с філософскімі работамі Яфіма Мінявіцкага можна до першага верасня. Белтелі Радуе Кампанія прымае заявкі на ўделу національным адборы на діцячая ёурабачані 2019. Да яго запрашаюць ёных выканавцаў ва ўзросте ад 9 до 14 гадоў, якія могуць выступаць як сола, так і ў каліктыве. Песні павінна быць на русской або беларускай мові. Выкарастуваць замежную мову допушчальна, калі яйя абьём складае не больш як 40% тэксту. Ёсці адмежаванні па часі. Номар павінен должыцца не больш як тры хвіліны. Боры не може ўдзельнічаць песні, якую публична выконвали до 1 мая гэтага года або камірцына реалізавалі. Заявкі прымаюцца ў электронным выгляде на сайте Белтелі Радуе Кампанія до 15 жнівня. У фінал выйдуць каля 10 чалавек. Напрыконцы верасня пераможцу вызначаць галасаванням професійного журы і глядачоўу. Нагадаем діцячая ёурабачані 2019 пройдзе ў листападзе ў польскім горадзе Глівіце. Проект нашага тэліканала «Добрый вечар, Гомель» ўжо не першы сізон. Дорыць добрый настрой і збірае ў тэліэкрана ў шматлікуя аудыторію. У праграмы ёсць свае старонкі ў соціяльных сетках і канал ў Ютубя. Але творчая брыгада «Доброго вечара» пайшла далей. Цяпір праграму можна глядзець ў режимі онлайн ў «Контакці» і «Фейсбук», а таксама на Ютуб-каналі «Беларусь 4 Гомель». Дарэчы, пашыраецца і географія ўдзельнікаў. У адной із минулых праграм на протягу годзіны ладзіўся тэлі мост з Амерыкай. Але не толькі гэтым стваральнікам і глядачам запамніўся прамы эфір. Падрабязнасті ў наступным сюжеті. Нагадзінніку 20.25. Час калі ў эфір выходзіць тэлівізійныя шоў «Добрый вечар, Гомель». Чароговы гость ўды і прамога эфіру спявак і композитор Віталь Сычоў. Зараз артыст шмат гастралюе і записываюе новае пісні. Прекрасный вечер на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Прекрасная пісня про нашу красивую Беларусь. Ну а в гостях у нас великолепный артист, прекрасный певец, просто хороший человек Віталий Сычоў. Или как сейчас? Привет. Привет. А во всемирных чартах, не побоюсь, таких масштабов взять, подтвердил, что во всемирных. Тебя можна встретить как Віталий. Да. Спасибо огромное за эту пісню, которую ты открыл нашу программу. И огромное спасибо за то, что в своём плотном графике всё же нашёл этот час, который проведёшь вместе с нами. Я очень рад его провести вместе с вами. Алине Тольке про творчий будень шла размова. Новые махчимості з'явились і у программы «Добрый вечар, Гомель». С этого дня, с этого эфира программа «Добрый вечар, Гомель» можно смотреть онлайн на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, а также на нашем канале в Ютубе. Заходите, смотрите, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Дарэчо, у гэты вечара отбылась и ашы однозначная падея – «Телемост» с Америкой. Беларуских глядачоу с другой частки планеты вітау популярный рэп-выканавца и ведучая американского вечерняго телерадио-шоу «Мистер Поле». Дарэчо, именно вітау гэтым американским шоу беларуский спявак Віталь Сычоу пабиу рекорд, чатыры разы трапивши на першое место у хит-парадах. А «Мистер Поле» став першым замежным селебрате и кидау рецензию артысту на беларускай мове. И нават вітау наших глядачоу. Досягняння подтвердзіли і праставнікі кніги рекордов Беларусі, які таксама завіталі ў студію «Добрага вечара». Дарэчо, наша программа таксама не засталася без узнагарод. На сторонкі кніги рекордов «Добрый вечар» Гомель трапів як перша программа обласных телестуды, яка я на протягу години ладзіла праму-трансляцію со своїми замежными колегами з берага Атлантыки. Нагадаю, што прамым ефір і «Добрый вечар» Гомель по буднях у 20 годин 25 хвілін на Беларусь чатыры Гомель. Александр Лупіненко, Андрей Іванов, Василь Осипцов, телерадиокампанія Гомель. Пераможцы-призёры других европейських гульняв зрабіли свой выбор. Спортывные школы Гомельской області отримають 55 тисяч рублів допомоги по проєкці «Олимпийский шлях». На што установи потратять гроші, доведаліся наші корреспонденти. Канаїстка Олена Наздрова на других европейських гульнях перемогла у олимпійській дисципліні, заїзді каною одзіночок на 200 метрів. Їя шляху «Великий спорт» починався на гэтым веслярным каналі у Волотаві у Гомелі. Перший тренер – Олександр Гінтовт і зараз протягує, виховує будучих чемпіонів. На веслярний канал у Заслав'ї, як підтримати Олену, відправилася велика делігація тренерів і навчанців з «Дюшар-Дельфін». У тим, що медаль буде обов'язково, ніхто не сумнівався. Наздрова виділяється не тільки талентом і природной схильністю до веславання, але й метанокерованністю і дисципліною. Вона на чемпіонаті республіки, на останньому відборі, теж вигралася доволі таки уверенно і показувала, що вона була готова. Але те, що з таким відривом, звісно, ожидати було сложно. Що вона корпус лодки привезла, доволі, на 200 метрів, коротка дистанція, плюс погодні умови були доволі таки сложні. По проєкції «Олімпійський шлях» з «Дюшар-Дельфін» отримає 15 тисяч рублів. Гроші подають на поліопшення матеріально-технічной бази. Дякуючи паспіховым выступлінням, своє спортивні школи підтримають так само байдарочніці Вольга Худзенка і Марина Літвінчук, Борецкий Рыл Грищенка і боксер Владислав Смягликав. Сродки отримають Мазірська з «Дюшар-Профсоюзів по Віславанні», Калінковецка з «Дюшар-2» і обласний центр Олімпійського резерву «Одиноборствал». Обща сумма средств, які получат Гомельська область, це порядка 55 тисяч рублів. Це на сьогоднішній день колосальні деньги, денежні средства, які пройдуть прежде всього на укріплення матеріально-технічній бази, тому що можна сказати, що якщо ці школи підготовили таких спортсменів, видаючихся спортсменів, значить вони що-то можуть, що-то вміють, тренінерський персонал, адміністративний персонал, і тому треба шагати вперед, далі, і готовити таких же чемпіонів. Увагалі на других європейських гульнях 12 спортсменів з нашого регіона здобили 20 медалів. У ділу проєкції «Олімпійський шлях» приймають ті, хто завоєвав узнагороди у олімпійських дисциплінах. Максим Савінга, Анна Коральчук, Александр Харлампов, телерадио «Компанія Гомель». Даречі, спортивні выніки других європейських гульнях – тема чергового випуску проєкта «БОЛЬШ ЧИМ СПОРТ». Герої програми – весляры, акробаты, лёгкоатлеты і боксёры, призёры і переможцы мультиспортивного форуму. Глядіться випуск 21 ліпеня у 20.30 на телеканалі «БЕЛАРУСЬ ЧАТЫРЫ ГОМЕЛЬ». Гэте, а так само інші новіны ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by. На гэтым випуск завершаны, удалых вам выходных дзен і до новых сустречу ефіры! Дякую за перегляд!